Всем привет, чуваки! Вы смотрите канал Кэм Узмэн. Сегодня у нас очень жаркая погода, приятная, и мы... И мы должны на раз-два-три сейчас подпрыгнуть, ногами хлопнуть. Раз. Нет, я так не смогу. Раз, два, три. Тепло, классно, мы приехали к Лискиным родителям, сейчас собаку вам покажу. Жарко. Вообще, лето начинается тогда, когда ты в машине включаешь кондиционер. Да, у нас оно началось пару дней назад уже. Да, когда ты уже садишься в такую просто жутко горячую машину. Давайте немножко погуляем. Иди ко мне, язык покажи. У тебя течет с языка. Пойдем пить. Ты что, мыть собаку собралась? Да. Так, собака. Теперь классно, можно мыть на ум. Воспользовался моментом и протер всю тачку внутри от пыли. И все стекла. Теперь можно на мир смотреть через чистые стекла. Это классно. А теперь поедем в Ленту. Нужно купить какие-нибудь продукты. А если меня поправило. Не какие-нибудь, а конкретные. Там парочку всего лишь. А я думал, сейчас как придется эти баулы таскать опять. Нет. Если бананы найдем, вот. Бананы, да. Да блин, они зеленые будут опять сто процентов. Я прям чую это. Слава всем обезьянам. Бананы желтые. Берем килограммами. Ну вот и все. Да, красотка моя? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы тут сегодня повесили полку, но доску не стали пока красить, потому что поздно приехали домой. Но вот такая вот у нас будет книжная полка под самым потолком, ну практически под самым запасиком небольшим. Вообще, на самом деле, мы думали еще выше ее сделать. Ну, я думаю, еще выше. Но у нас есть некоторые книги, которые формата типа А4 или даже побольше, чем А4. Поэтому мы подумали, ладно, пусть будет пониже. Так что вот так вот. На икеевских уголках у нас все. Там такие же доски, такие же уголки, здесь такие же доски. Это вообще идентичный абсолютно. Но здесь будет полка делала цвета, чтобы она никак не выделяла, чтобы она была типа со стенкой. А вообще такие, кстати, полки можно прикольно переворачивать, то есть уголки сверху. А, да, тогда книжки можно облокачивать. Да, но тогда книжек... Меньше. Книжек должно быть меньше, потому что полка типа будет висеть. Вот, кстати, да, тема. Вот, и тогда нужно выше поднимать. Это будет, короче, прикольно. И тогда Гороша скажет нам слово какое-нибудь. Ну-ка скажи какое-нибудь слово. Ну, на вскидку такое, которое первое в голову пришло. Я сейчас скулила. Нет, нет, нет. Слово, мне не нужно скулешь. Скажи слово. Ты что, разговаривать не умеешь? Скажи слово. Вот это слово нормальное. Перед сном решил почитать ваши комментарии к прошлому влогу. Сейчас на некоторые поотвечаю. Миша, у меня к тебе вопрос. Я тут пересмотрел влоги про покупку квартиры. Теперь не могу понять. Вы покупали квартиру в Краснодаре с получистовой отделкой? У нас она называлась предчистовая отделка. То есть, да, мы въехали, кинули ламинат, покрасили стены. Все, ставили бетонный потолок. Почему ты мало видосов снимаешь про скейтборд? Будет про эту тему. В кучу возьму всех-всех-всех, кто писал комментарии с пожеланиями, с теплыми словами. Всем вам огромное спасибо. Я буду зачитывать с вопросами. Ну или те, которым я могу дать комментарий. Здравствуйте, видос зашел, лайк. Так надеялась, что в Краснодаре нет надписей вандальных на набережной. Судя по видео, та же ерунда, как и на набережной и в Екатеринбурге. Жаль. Ну да, я вчера тоже немножко подрастроился. Подачу поменяли? Да вроде нет. А в Сибири до футболок еще месяца два. Ну месяц, наверное. На 21 день организм привыкнет к новому режиму работы. И вскоре вы даже без будильника будете просыпаться. Да, сто процентов. Мы уже... Еще неделя не прошла. Мы уже в шесть часов спокойненько встаем. Ребят, почему вы перестали ходить в сгущенку? И тут же ответ пришел этому человеку. Наверное, надоело. У нас в городе очень много кафешек. Не то, что надоело. Мы просто хотим пробовать везде кофе. И мы что-то впялились тогда как-то в одно и то же место. А для разнообразия нужно всегда посещать разные. Тогда ты можешь в сравнении ощутить вкус. Понять где круче, где такой вкус, а где другой. Не то, что круче даже. Откроют мост в Крым. Посмотрите лучше там что-то. И ответ опять же пришел. Ведь откроют к концу года или начало следующего? Нет. Вроде как в мае должны открыть уже. Но мы в Крым не собираемся. Мы собираемся в Геленджи. Я конечно понимаю, что вы не особо увлекаетесь автоспортом. Но почему бы не купить билеты на Формулу-1 в Сочи. Тем более пока еще их можно взять за 6 рублей. Все-таки событие вселенского масштаба абсолютно неинтересное событие. И ты правильно написал. Мы не увлекаемся автоспортом. Поэтому мы туда просто не поедем. Ну это нам не интересно. Глупо заниматься вещами, которые тебе не интересны. То есть априори совсем не интересны. Но не без подколов. Ха ребят, я на вас посмотрю через полгода, как вы будете просыпаться в 6 утра. А так молодцы. Посмотришь. Ничего себе у вас теплынь уже. А я тут дубею на северах. А насчет отдыха. Какой геленджик. Поехали в августе на дикие пляжи заповедника у Триш. В палатках, в гамаках, у костра. С ночными купаниями, интересными людьми. Это все круто, да. Но я бы хотел как-то в миг оказаться в палатке. Ночь, теплое море. Ну, во-первых. Ну да, будет теплое море. Это уже будет середина лета. Но мы хотим другой отдых. Хотим пожить. Ощутить себя жителем морского городка. Вы прямо вделяетесь. Видно, конечно, что переехали, что в принципе не местные. В это время все еще в куртках ходят. Можно даже в шапках людей встретить. По вам видно, что у вас точно уже лето. Это правда. Пока я читаю ваши вопросы, горошка спит. Сладким-сладким снов, уткнувшись носом в свою попу. Горош, ну ладно, не будут тебя тревожить. И на сегодня мы с вами прощаемся. Жмите большие пальцы вверх. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся с вами в следующем влоге. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok